Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Давно я вам не снимала. Сегодня среда. Я сходила за продуктами. Сейчас буду рассказывать, почему не снимала, почему никуда не ходила. Ну, сейчас вот включу здесь. Вот включила. Ну, во-первых, скажу вам, что у нас сильные морозы взялись. Вчера я хотела пойти... Вторник же вчера был. Я вчера хотела пойти за сухими европродуктами и зайти в церковь, которая находится рядом с полицией нашей. Но не пошла, потому что было минус 22. Сегодня утром было минус 20, а когда я без 15 и 10 пошла на автобус, то уже было минус 17. Сейчас я возвращалась уже минус 15. Но ветра нету, поэтому хорошо. Чтобы сказать, что я замерзла, я этого не скажу, потому что я очень тепло одеваюсь всегда. Но вот ноги, пальчики на правой ноге немножко подмерзли. Хотя на мне были уги обуты. Я туда стельку из овчины положила. Носок специальный такой, который для спортсменов, горнолыжников. Я как-то в магазине Стадиум покупала. Они не носки, а гольфы до колена. Вот они там с таким специальным как бы утеплителем сделаны. Но все равно как-то немножечко. А так, конечно, я была очень тепло одета. Сейчас хочу вам показать. У меня от мороза дверь не открывается. От мороза не открывается дверь. Ну и ладно, мне выходить некуда. Поэтому и не буду выходить. Что там делать на балконе? Вот сюда этот коврик положила маленький. Такой себе. Рождество себе создала здесь в спальне. Я его постирала. Вот стирала на той неделе. Постирала, думаю, да. Он у меня лежал в коридоре. Вы видели там, да? Но он тут такой синтетический. Вот и он ерзается туда-сюда. Вот на этом ковре он лежит, он не ерзается. А на полу он ерзался. Так я положила тут, что обычно я его тоже постирала. А этот маленький себе положила. Хотя я вам уже много-много раз говорила. Я вот этой всей мишуры на полу не люблю ковров. Но Рождество положила красный. А этот, думаю, ну ладно, пускай полежит. Потом сложу, да. Всё, оно у меня тут в диване лежит. В квартире у меня очень тепло. Батареи у меня такие, что прямо вот дотронуться невозможно. Такие горячие батарейки. Вот. Ну а на улице, конечно, холодно. Хотя уже к концу недели обещают минус 3, 4, 5. Вот так вот. Не холодней будет, не холодней. Так, свет сейчас тут включу. Вот так вот. Приступим. Расскажу, что мне дали. Хлебушек такой вот взяла себе нарезной. Морковки взяла такие, упаковку. Это такая мустика, ванилья, питку. Значит, это черника с ванилью. Вот такой вот пирожок вкусненький. Это взяла уже порезанная капусточка. Буду делать, борщ буду варить. Это один огурчик такой дали. Яблочек. Вот это вкусные, вот эти яблочки. Вот. Вот эти вкусные яблочки. Сколько тут я их взяла? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь яблочек. Вот. Два таких небольшеньких апельсинчика. Три больших, но очень хороших, спелых манго. Это маленькие такие помидорки. Это картошку взяла себе на борщ. Это такой батончик вкусненький. Вот. Сливки. Сливки. Это крем. Бонжур. Крем-бонжур. Мазать на хлебушек. Это курочка. Это нарезочка колбаски. Это йогурт. Манговый йогурт. Это молочко. И это рис и фрукти написано веган. Ну, наверное, что рис же он веганский вообще-то, да? Что в нем в рисе? Я думаю, что в нем ничего же нету такого в рисе. Ну, короче, обычный рис, рис и варенье. Четыре штучки взяла. Вот так вот. А, ну и опять взяла маски. Думаю, возьму маски. Опять же, этот новый вирус какой-то. Думаю, ладно, надо взять маски. Пускай будут. Мало ли. Неизвестно, сколько это еще ерунда продлится. Поэтому лучше, чтобы маски были. Какое-то пятнышко. Тут у меня надо протереть его. Вот. Лучше, чтобы маски были. Это я еще не поела. Вот тут лимон, груша, мандаринка. Это один персимон. Мягкий надо его или съесть, или выбросить. Вот это такие продукточки мне сегодня дали. Вот я хочу из этой курицы, из этой курицы сварить борщ. Вот у меня на борщ морковка есть, картошка, капуста. В холодильнике одна такая маленькая свекла. Я поварила... Были большие свеклы. Я их поварила, потерла с этим самым... со сметанкой. Покушала с солькой. Вот. А это вот сварю. Я люблю такой борщик с курочкой сделаю. Нормально будет, хорошо, вкусненько. Сварю так, чтобы у меня было до выходных, а потом на выходные шут опять сварю. Вот. Ну вот, собственно говоря, вот это то, что мне сегодня дали. Немного, вот. Ну, и неплохо. Самое главное, фрукты, овощи я не стала брать. Там была капуста. Вот это вот, как она... Я не знаю, как она называется. Знаете, такие маленькие капусточки. Мне они не нравятся. Они, когда отваришь, они немножко такие горьковатые. Вот. Потом шпинат был. Я его тоже не люблю. Не стала брать. Думаю, да ну, зачем я буду брать то, что мне не надо. И вот вам хотела показать. Это была посылка. Это ж, конечно, не для... Ну, сюда можно ложить только все то, что в упаковке. Пинхалегонс. Это были вот такие маленькие бутылочки. Пять бутылочек духов. Тут еще вставка такая была. Вставку я выняла. Пластмассовая вставка. Вот. Сейчас я вам покажу. Открою. Такая пластмассовая вставка. И там были ячейки. Не могу открыть. Ну, короче, я туда кексы положила. В упаковочках такие длинненькие. Вот. Красивая коробка. А это коробка с под чая. Видите? Париж. Тоже. Там у меня конфетки. И печенюшки. Такое вот. А это же вот, как я вам показывала, я брала вот салфетки, вот положила. А это вот зубочистки сюда положила. Вот. Сахар высыпала, поразрывала пакетики, высыпала в сахарницу, соль в солянку, перец тоже в баночку. Высыпала весь. Поразрывала и высыпала. Ну, в общем, как-то так. Вот. Все сделала. Уже больше нету у нас этих наборов самолетных. И наэр. Закончились. То ли выбросили, то ли разобрали. Не знаю. Ну, говорили, если вы не будете разбирать, то это самое. Отправят на... Ну, в мусор, короче. На утиль. Вот. Поэтому я и брала много. Может быть, кто-то подумал, что вот набираешь, зачем оно тебе надо, пусть еще кто-то возьмет. Да не брали люди вообще. Вообще не брали. Даже наши девочки, я говорила, берите, вон это же, в салфетке можно пользоваться. Да не надо. Зачем оно надо? Ну, не надо, не надо. А я права. Мне нравится, поэтому я права. Ну, вот. Показываю еще вам раз. Много яблочек. Компот, наверное, сварю. У меня ягоды есть. Сварю компот с яблочек. Манго буду кушать. Апельсинки тоже. Вот. Ну, борщ сварю, самое главное. Вот. Ну, так больше ничего. Вот это вот рис тоже вкусный. Я люблю такой рис. Так что, посмотрим. Все хорошее, все вкусное. На этом я буду заканчивать. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я и Финляндия. Подписывайтесь на мой канал. На канал моей дочери. Наталья П. Пишите английскими буквами. Всем хорошего дня. Всем хорошей погоды. Хорошего настроения. Погода не такой, как у меня. А хорошая, теплая. Смотрите, как мороз разрисовал на окне. Видите? На окне разрисовано от мороза. Вот такие вот морозы. Морозы у нас. Ну, я вам скажу, вот это вот сейчас такие морозы. А потом, может быть, и на Рождество, и вообще без мороза и без снега, может быть. Ну, вот как сейчас вот немножечко спадет мороз, так вроде как должен быть снег. Ну, посмотрим, посмотрим. Окна у меня замерзли. Вот. Двери у меня замерзли. Так что я на балкон не выхожу. Сижу в квартире. И вообще стараюсь никуда не выходить. Это сегодня вот сходила, продукты взяла и все. Ну, а завтра посмотрю. Завтра вроде вообще будет минус 12. Тогда, может быть, куда-нибудь схожу. Если схожу туда, вам что-то, если посмотрю, расскажу вам, покажу. А так, если будет сильно морозно, то не пойду. Ну, вот теперь уже все. Вот еще посмотрите, какие яблоки красивые. Я люблю такие яблоки. Они вкусные. Я только вот это и дарет не люблю, а эти вкусные яблоки. Вот, хорошие яблочки. Это не польские, нет. По-моему, испанские. Но они хорошие, сочные, сладкие. Компота сварю с половиной, а половину порежу и в духовку. В духовочку. Чуть-чуть сахарком. Лоточек сложу их, сахарком присыплю чуточку. Хотя посмотрю, как они по вкусу. То есть и сладкие, они вообще всегда сочные, и сладкие эти яблоки. То тогда не буду и сахара, и в духовку. Они такие вкусные будут. Такие люблю. Ну вот, еще раз вам хорошего дня, хорошего настроения, хорошей погоды. Всего доброго, всего красивого. До новых встреч. Пока-пока.